Многие из нас уже открыли долгожданный дачный сезон. Традиционно к этому времени стартовала активная продажа саженцев и рассады. Конечно, проблема, которая волнует многих садоводов, это качество посадочного материала. Ведь от него зависит успех будущего урожая. Как правильно выбирать саженцы плодовых культур, узнавала Наталья Чекет. Саженцы плодовых деревьев, рассада огурцов, томатов и клубники. Продукции зеленых рядов пользуются огромным спросом. Продавцы обещают богатый урожай. А каким он будет, покупатели узнают уже через несколько месяцев. Чтобы вместо желанной груши на участке не выросло совершенно другое растение, у продавцов должны быть документы на продукцию. Проверяют их сотрудники Ростельхознадзора, у которых в весенний сезон прибавляется работы. Апрель-май у нас 20 выездных обследований было. 10 из них мы уже выявили нарушения. Написали предостережение по этим. Где-то документов нет было именно по тем саженцам, которые продавались. Сорта, которые не входящие. В основном у нас идут такие нарушения. Сорта, которые не входят в государственный реестр селекционных достижений. Выбор саженцев плодовых деревьев дело ответственное. Ведь садоводы покупают многолетние растения. Поэтому, чтобы не прогадать с выбором, специалисты Ростельхознадзора перед покупкой рекомендуют внимательно осмотреть внешний вид дерева. Корневая система, опять же, закрытая, открытая. Если открытая, обязательно смотрим, в каком состоянии корневая система. Чтобы она была увлажненная, не сухая. Видно сразу, что живое растение. Чтобы не было каких-то наростов. То, что это болезнь там бывает, рак картофеля, точно такие вредоносные заболевания. Поэтому лучше обращать внимание, чтобы хорошая корневая система. Закрытая корневая система. Опять же, посмотрели, в каком состоянии. На каждом посадочном материале должна быть этикетка. Брать стоит растения, которые прошли испытания и выживут в нашем климате. Растения из южных регионов могут и не прижиться. А на Кочурино продают саженцы уже 10 лет. Это деревья и кустарники, выращенные в питомнике Тверской области. Видно, что деревья все у нас живые. Все уже пустили почки. Корневая система у нас открытая. Так как у нас деревья выкопаны с земли. Мы их никогда не сажаем ни в какие горшки. Почему в опилках? Потому что опилки держат влагу, чтобы корневая система не сохла. В этих у нас, прямо в коробах, они у нас и цветут. И на многих деревьях у нас висят и груши, и яблоки. Кроме внешнего вида саженцев, эксперты рекомендуют спрашивать у продавца документы, подтверждающие их сортовую принадлежность, чтобы убедиться, что картинка на растении соответствует действительности. Также специалисты рекомендуют подходить к выбору посадочного материала очень внимательно. Ведь от его качества во многом зависит желаемый результат.